Гамбург Ассортимент вроде достаточно примитивный. Ну, как в каждой стране. Футболки, магниты. Куда ж без них? А их тут, кажется, вообще тысячи. Но есть и кое-что примечательное. Капитанские кепки, якоря, спасательные круги. Все это нам говорит о том, что этот город портовый. Ну, а для тех, кто думает, что это все китайский ширпотреб, сейчас я вас разочарую. Весь этот ширпотреб сделан в Германии. И стоит, ну, довольно-таки прилично. 9,99 за кепку. Ну, такой недешевый город, недешевый. Ну, а наблюдая вот эти разноцветные гамбургские пейзажи, можно в очередной раз убедиться, что в этом городе, как и во всей Германии, очень любят пиво. Помимо пива, не брезгуют немцы и алкоголем чуть покрепче. А в магазинах устраивают вот такие вот алкокалейдоскопы. Смотри, хоп. Ну, а теперь, когда мы знаем, что в Гамбурге работают и пьют, возникает вопрос. Чем же вас тут могут удивить еще? Все. А я отвечу. Вас могут пригласить на званый ужин. Если вы не понимаете намеков, вам намекнут еще раз. Ну, а если уж вы совсем туго думы, то вполне вероятно, что вам продемонстрируют новую линию аксессуаров. Всего за 13 евро все мужики полетят на вас, как мухи, на варенье. Ты просто посмотри сюда. Диетический малыш. Мой первый малыш. Путешественнической, сказать, а может быть и по интересам 69. Так что... Нет, ребят, ну а что? Я считаю, что каждый уважающий себя человек, вне зависимости от того мужчины, это женщина или китаец, просто обязан наносить с собой презерватив. И поэтому в память о гамбургском привольничестве я забираю с собой вот этого маленького резинового защитника. Субтитры сделал DimaTorzok